Грузия-фильм. Нейлоновая ёлка. Сценарий Резои Садзе Амирандо Лидзе. Режиссёр-постановщик Резои Садзе. Оператор-постановщик Леван Пааташвили. Художник-постановщик Тэмур Арджованидзе. Композитор Бедзина Квернадзе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Зачем мне тащиться к чёрту на рога? Это дом моей мамы у чёрта на рогах. Тебе не жаль одинокую женщину? Когда-то и она жила с мужем и детьми. У тебя что, совсем ума не осталось? Твоего на всю семью хватает. Что с тобой говорить? Всё, что ты скажешь, я знаю наперёд. Не будь тут людей, сказал бы тебе пару тёплых слов. Как ты разговариваешь с моей мамой? А как ты разговариваешь с моим отцом? Твой отец лобби. А сам-то ты на что годен? Ты что горланишь? По дому кручусь я одна. Одна? А я ничего не делаю, да? Только ты ранишь меня. И заставляешь то, что мне не хочется. Мне хочется провести Новый год с родной матерью. С матерью? Да, с матерью. Дура. Приехала бы сама. Очень ласково ты её принимаешь. А ты негодяй. Давай, кричи громче. Тоже мне писатель, только бумагу изводишь. И ты моя жена? Уму не постижу, что у меня с тобой общего. В постели другое поёшь. А где ты раньше был? Под Новый год мамочку вспомнил. У самого ни гроша в кармане. Решил за её счёт праздник провести? Убирайся отсюда. Уйду. Думаешь, не уйду? Лексо! Врубай! Хорошо. Я каждую ночь вижу цветные сны. В этих снах мне видится всё прекрасное. Горы, луга, девушки. Какой странный парень. Правда? Вот такое со мной происходит. Слушай, не дай мне умереть с голоду под Новый год. Пойди, купи хлеба. Не пойду. Почему? Лень, надоели, ей-богу. Не пойду. Да не пойду я никуда. Мальчик, у тебя родители есть? Только мать. Без отца живёшь? Да. Бедный ты мой. Ты единственный у матери. Да. И тебя одного в город пускают? Я везде один хожу. Молодец, сынок. Да ерунду ты говоришь. Почему это я говорю ерунду, а не ты? Как можно какую-то Бриджит Бардо сравнивать со Филарен? Это значит вообще не разбираться в женщинах? Это я не разбираюсь в женщинах? Да катись ты со своей Софи, знаешь куда? Сам катись, Бриджит Бардо. Давай поспорим, кто красивее. Давай. Инесс, иди сюда. Да погоди ты. Инесс, скажи, пожалуйста. На твой вкус кто красивее? Софи или Бриджит? Эээ, что за птичка к нам залетела? Лексо. Лексо. Почему ты вырубил свет? Что такое? Выключили свет. Что такое? Столько лет строят эту автостанцию и никак не достроят. Лексо. Лексо. Что б тебе? Красотой меня сразило, прекрасное. Нахал. Надо же, ни старшего не чтут, ни младшего. Нахал. Обожгу. Посторонитесь, гражданка. Сколько стоит ваш чеснок? Положи сюда на весы. Вот свидетельница. Здесь не хватает. Она никуда не отходила. Сколько вы взвесили? Два кило. Два. Нет, здесь двух кило. Она подтвердит. А я говорю два. Нет, здесь гораздо меньше. Ах, меньше? Вы не хотите яблок? Тогда шагайте дальше. Шагайте. Дорога широкая. И все успеваешь увидеть сразу? Не может он смотреть с ней с перерывом? Со мной так бывает. Случится что-нибудь в жизни, а мне кажется, будто это приснилось. Или наоборот. Что с тобой? Ничего, упало. Ничего. Слушай, а где здесь? Не знаешь? Сама еще. Ну, разве найдешь? Возьми, сынок. Поешь. Возьми. Не стыдись. Теперь даже воровать не стыдятся. На, доченька, отдай ты ему. От тебя он возьмет. Вот и хорошо. Надо любить. Радовать друг друга. А как же? Сейчас ваше время. Ваша жизнь. Вам царствовать на этой земле. А сейчас и мою конфеточку попробуй. Немножко горчит ваша свекла, уважаемая Екатерина. Убьет. Убьет меня муж. Что мне делать? Что делать? Ты что? Оса, что ли, укусила? Укус муженька побольнее будет. Который час? Сейчас, уважаемая, без 21,5 секунды 5. А на ваших? На моих? Благодарю. Не до шуток сейчас. Раз, два, три. Поправь кепку. Вот так. Наш народ самый древний в мире. Что ты говоришь? Мы приняли христианство в 3 веке до рождения Христа. До рождения Христа как это? А вот так. Мы братья. Братья, верно? Отвернись. Дайте. Неужели не справим Новый год под одной крышей? Давайте-ка спросим, не нашли этот автобус? Надо же, наконец, узнать. Сударыня, если вам так хочется, спросим у автобуса. Здесь только людей, никто ничего не знает. Но раз вы так настаиваете, придется обратиться к самому автобусу. Другого выхода нет. Нет, правда. А может, это наш автобус? Замок в ведро уронил. Мы погибли. Второй опыт. Под Новый год остались на улице. С такими щеками трудно поверить, что ты гибнешь. А ты сюда загляни внутрь. Там и рентгеном ни черта не разберешь. Что рентген, если человек не понимает боль моего сердца? Я и тот человек. Ты? Развитый человек? А что, нет? На вид-то похож, но... Что но? Зачем я купил столько замков? На что они мне сдались? Ничего, ничего, пригодятся. Запрешь все. Загубил столько яиц. Что это такое? Что сказал бы? Что тебе нужно? Что сказал бы, что сказал бы твой дед, если бы увидел, что ты зелень из города в деревню везешь? Что бы он сказал? Что? Не твоего ума дело. Ты еще мне будешь нервы трепать. Руки липкие. Можно, наконец, узнать, это наш автобус или нет? Который час? Мать их за ногу. Ох, мать их за ногу. Чью их? Повесил бы их всех на этих столбах. Кого их? Всех виновников. Будь здоров. Их столько, что уже все правы. Оставь мне бычок. Угробит машину твой родственник. Бросил нас всех под Новый год на дороге. Как угробит, так и купит новенькую. Для него это не проблема. Говорит, у меня все в ажуре. Дайте мне, говорит, под Новый год погрохотать. Мать-перемать. Что у него в ажуре? Плав мясо заготовок. Да, на бумаге. Бумажки. Нас засекли. Слышали? На моем маршруте орудуют автобусные бандиты. Чего хотят? Останавливают, говорят, и грабят. Оставляют в чем, мать, родила? Это дама, вторая дама. Два туза. И все. Подставляй нос. Ну ты, руки не распускай. Ой, меня так выручили. Спасибо. До свидания. Скажите, когда автобус пойдет на со мной? Угощайтесь. Ой, спасибо. Благодарим. Ведь это главный автовокзал. Нет, 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 это пригородная станция. Что? Как же так? Как же так? Чтоб ты сдох. Уйди. Только позоришь меня. Простите, ребятки. Что угодно. Где тут нужник? Простите. Нужник. А, туалет? Пойдите туда и откройте. Не вторую, а третью дверь. Дай бог вам здоровья. Еще раз извините, ребятки. Но та третья дверь, она на запоре. Тогда... Тогда идите во враг. Сколько ты мне взвесен? Два кило. Где два кило, аферист? Кого бьешь? Во время исполнения служебных обязанностей бьешь? Что хотят от этого честного человека? Продавец виноват. Скажи, пойди скажи. Скажи, пойди. Скажи, пойди. Сюда садитесь. Спасибо, сынок. Не упала бы. Нет, нет, нет. Возьми. Что вы, мама? Ни в коем случае. Что вы? Нет, нет. Скоро наша корова отелится. Ну? Вот материал на новый дом собираю. Да-да, и дальше? Все о тебе думаю, сынок. Почему? Где ты спишь? В сырости. Не дай бог, простудишься. Не дай бог, простудишься. Ничего. Да-то? Да. Поедем вместе домой. И когда вы, мама, прекратите эти уговоры? Думаете, в Тбилиси так легко устроиться на работу? Да, по дороге я приметила магазинчик. Пойду, может, куплю тебе носочки. У меня их навалом. Что-то я не заметила. Я не виноват, что вы не заметили. Все-таки пойду, посмотрю. Автобуса все равно не видно. Да, вот он торчит. Это, наверное, не наш. А тогда оставьте сумку. Зачем? Могут утащить, не знаю. Подмышку возьму. И вас вместе с ней утащат. Ну, хорошо. Садитесь и продолжим. Господи. Господи. Помогите. Убьет. Убьет меня муж. Который час? Сейчас, милая дама, 47 минут, 20... Посмотри, пришел автобус или нет? Пришел. Скажите, скажите, любезный, ваш автобус подоспеет в Сантрэдию? К поезду, куда иссочи. Скажите, автобус проет в Сантрэдию или нет? Что в Сантрэдию? В Сантрэдию? Да. Проетесь, спрашиваю? Да, да. В самом Кутаисе проет. Да нет же. Что нет? Слушай, что нет? Выдышишь, что меня учат? Ну, что вы, уважаемый? Я совсем не собираюсь учить. Я говорю проетим, а ты говоришь не проетим. Да нет же. Что вы, уважаемый? Я совсем не собираюсь вас учить. Я говорю проетим, а ты говоришь нет. Но мне не надо, в Кутаисе. А что тебе надо? Понимаете, мне надо встретиться в Сантрэдию. Ты там на какой черт тебе, Кутаисе? Ни на какой. Слушай, что ты ко мне прицепилась? Понимаете, мне надо встретиться на Сантрэдском перроне. С человеком, едущим поездом куда ездить. А в другом месте нельзя встретиться? Нет. Мы с ним так... Светишься, если в дороге не задержимся. Боже мой. Товарищ водитель, вы же работаете по расписанию. Простите. А что нас может задержать? Слушай, ты человек или кто? Иди, занимай свое место. Откуда я знаю, что нас может задержать? Вот спроси у него. Выходите, выходите. Кто позволил входить в автобус? Вылезайте. Иди в автобус и не оглядывайся. 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 Не к лицу вам, товарищ водитель, так с людьми обращаться. Освободите автобус, вытряхивайтесь. Не было команды занимать места. Идите, идите гуляйте. Гражданка, предупреждаю, не выйдешь, вообще никуда не поеду. Сынок, открой, наконец, багажник. Сил больше нет. Кто открыл заднюю дверь? Кто открыл заднюю дверь? Да, откройте заднюю дверь. Все, теперь поехали домой. Самому главному человеку наш привет. Ты что, сынок, за что ты его убиваешь? Что он тебе сделал плохого? Что такое? Как что такое? Сколько людей заставляешь ждать? Волноваться еще спрашиваешь? Почему? Как двинусь сейчас, сразу поймешь, почему. Эй, гиганты, чего впустую языком чешете? Новый год на носу. Сейчас самое время вино в себя вливать, а не хулу извергать. Вот тут я перед вами. Взгляните на меня и успокойтесь. Взгляните на меня и успокойтесь. Вот ради него тебя прощаю. Сейчас же скажи ему спасибо. Скажи ему спасибо сейчас же. Скажи, сынок, ему спасибо. Что тебе стоит? Почему я должен говорить ему спасибо? За что? Что вы от меня хотите? Что вы от меня хотите? Чемодан. Где мой чемодан? Чемодан, где мой чемодан? Где мой чемодан? Паршивец. Надрался где-то и позорит меня. Ничего такого. Ничего, спасибо. Скажите, который час? Спасибо. Восемь минут, восемь с половиной, восемь секунд, шесть. Спасибо. Осторожно, осторожно. Дорогая. Отойди от него, я пойду туда. Залезай. Нашел время петь. Что происходит? Почему мы не едем? Новый год встретим на улице? Извините, пожалуйста, очень вас прошу. Войдите в положение человека. Не высказывайтесь сразу. Я по вашему лицу вижу. Чего тебе? Что ты орешь? Я не глухой. Не обижайся, сынок. Тут мужчины чуть-чуть поцапали. Что поделаешь? На то они и мужчины. Поднимешься ты наконец или нет? Я тоже не цыпленок, гражданка. Я только хотел сказать, что калека идет. Трудно ему. Сюда, уважаемый Вато. Сюда. Сюда, уважаемый Вато. Благодарю. Я знал, что свет полон добрых людей. Проходи, проходи, дядя. И ты проходи. Все равно здесь никто ваш мегрельский язык не понимает. Хватит, слушай, успокойся. Успели, слава Богу. Едем мы или нет, в конце концов? Пропустите меня. Правильно, правильно, говорит друг. Поехали. А то мы тут зачахнем все. Повезло. Сразу два туза. Два туза очко. Кажется, уважаемый Вато, я рядом с самим министром сажусь. По вашему лицу сразу заметно, что и вы ездили в столицу по вопросу о чае. Нет, вы имеете ввиду статью Купуния? Согласитесь, величайшие женщины у нас у мегрельцев. Что бы стало с грузинским чаем, не напиши они свою статью. Не иначе, как фабрика стала выпускать вместо чая цемент? Испортился народ. Камни кидают в чай, камни. Какая прелестная елка, не илоновая. Конечно, не илоновая. Дали бы мне настоящую столицу везти. Надо повышать качество чая. Ну, как этого добиться? План растет. А в нашем деле или одно, или другое. Женщины сегодня успевают и губки накрасить помадой, и 200 чая собрать. А что в помаде плохого? Ну, согласитесь, сколько бы чай помадой не красили, качество его не улучшится. Я вовсе не это имела в виду. А окрашенные женские губки я и сам люблю. Встретим Новый год под собственными крышами. Не будем брать грех на душу. Как говорится, до встречи Нового года остаются считанные минуты. Я не знаю, что вы там считаете, у меня свой график. Я не знаю, что вы там считаете, у меня свой график. Открой. Чего так долго? Закоченел тут. Пассажиры чуть не сели. Приебал я на твоих пассажиров. Тихо. Эй, брат, чего тебе? Чего тебе? Здравствуй. Открой багажник. Нельзя. Почему? Много будешь, нет? Скоро помрешь. Проходи. Проходи. Открой. Человеку сегодня жить да жить. Все у нас есть. И автобусы, и транспорт. Поезда, самолеты. Скоро на ракеты сядем. Космос полетим. Этим все и кончится. Просто ума не предложу, куда делся этот водитель. Ой, он же там. Простудишься. Нет, жарко. Если можно, пожалуйста. Пропустите. Дайте чемодан. Как-нибудь поставлю. Извините, пожалуйста, что нарушил ваш уют. Иди, иди, сынок. Береги себя. Мир с вами, мама. За чемоданом теперь больше, чем за женщиной ухаживает. Посмотришь в брюках. Встань. Что случилось? Что такое? Почему стоим? Поехали. Опаздываем. Опаздываем. Будете галдеть, вообще не поеду. Что такое? Что такое? Убить нас хочет. Останови автобус. Не нравится? Ведите сами. Что он сказал? Сами говорят, ведите автобус. Что? Ты сама говорит, веди автобус. Как? Мне везти? Убьет меня. Убьет он меня. В чем дело? Ничего, дорогой, вы не волнуйтесь. Вам нельзя волноваться. Отдыхай себе на здоровье. Что это? Довезите меня до дому. Леван, подойди сюда. Уважаемый Латте, как у вас там? Мир и порядок? Я опаздываю. Я в час дня должна быть дома. В конце концов, вы не можете меня понять? Граждане, если вы хотите встретить Новый год дома, оставьте водителя в покое. Мы люди или не люди? Это возмутительный факт. С Новым годом! С Новым годом! Ой, посмотрите, посмотрите, какое место. Позвольте помочь вам. Спасибо. Дорогой, давай поменяемся. Зачем? Тебе же все равно, где сидеть, тут или там. Почему, дорогой? Не понимаешь? Тогда женщину пропусти, пожалуйста, если она пойдет. Ах так? Тогда назло тебе пойду. Приходи! Эй, все, я дури! Ох! 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 Ухо! Ухо! Не советую здесь базарить, ребята. Куда козла везешь? Где козел? Сам ты козел. Ну-ну! Это барашек. Да, барашек, похоже на козла. Не знаю, барашек похож на козла. Козел похож на барашка. Я к Шурину своему еду. Он горбатых лечит. Выравнивает их. Еще с Янса два посмотрю и все. Знаешь, какие деньги загребают? Сами вы, конечно, из наших краев будете. Давайте знакомиться. Намаде пили я к вашим услугам. Проживаю в самой Банзе. Вы там бывали, конечно? Нет. Как, не бывали в Банзе? Не поверю. Почему? Как это может быть, чтобы вы не бывали в Банзе? Да ладно. На первый раз я вам прощаю. Так и быть. Зато сегодня мы с вами будем справлять Новый год в Банзе под моей крышей. Что вы так ухмыляетесь? Разве мы не грузины? Наверное, у вас. Моя семья у тещи. Сумарзакалах. А значит, супруга из наших краев. Нет, она полька. Зачем было ехать так далеко? По дороге не встречались наши девушки? Встречались, конечно, но... А, значит, ваша теща из наших краев? К сожалению, и она полька. Почему к сожалению? Я очень уважаю поляков. Поляки наши братья и сестры. Вот это куртка польская. Вата, я, кажется, опять влип. Говорил тебе, нельзя по лицу определить человека. Мало ли что. Останавливают. Милиция стоит. Что случилось? Чтоб ты сдох. Теперь нас высадят. Просила же купить билеты. Говорила же. Касса была закрыта. На базаре, на весах. Я не мог купить билеты. Что происходит? Что происходит? Быстрее, быстрее. И так опаздываем. Надо перевал засветло переехать. Что происходит, уважаемые? Уважаемые, уважаемые. Я тоже сижу здесь, как и вы. Откуда я знаю, что происходит? Что происходит? Кого они ищут? Я знаю, кого. Автобусных бандитов. Говорят, у них такая банда объявилась. Руководит ею Чалма. Кличка такая. Он из Батуми. Что смешного? Сам свершок, а сильный, как бык. Поднимется в автобус и смотрит, кто чем богат. Потом входят его дружки и ждут. А он как подмигнет им, они кидаются на пассажиров и оставляют, в чем мать родила. И я о них слышал. Он курит сигарету за сигарету за сигаретой. Он курит сигарету за сигаретой, такой маленький. Он забирается в мотор, просверливает дырку и наблюдает оттуда. Команды отдает. Откуда? Что? Что он несет? Я ему сто рублевку сую, а он нос воротит. Сукин сын. Сукин сын. Больше, мол, хочу. Не буду. Не буду я больше. Сто рублевками швыряться. Тихо ты, нельзя здесь говорить, нельзя. Что ты глаза таращишь? Покажите, чем я хуже вас. И что я такого говорю, чего вам раньше не говорили? Чего? Подонки вы. Кто ты такой? А ты узнай. Не узнаю. Зато я тебя узнал. Вор ты. И все вы воры. Я вор? Да, что ни на есть. Кто я? Самый главный. Я вор? Да, да. Откуда ты взялся? Как ты смеешь? По какому праву ты ругаешь честных людей? Откуда ты знаешь, кто мы? Ты понимаешь, что ты бредишь? А сейчас все бредят. За свой бред я сам отвечаю. А если отвечаешь? Тогда скажи. Вот этот человек вор? Или этот? А ну-ка, посмотри на меня. Если можешь, и скажи. Ты порядочнее меня? Оставьте, оставьте его. Откуда мы знаем, что с ним происходит? Может, он тронутый? Может, его что-то мучает? Ну, брякнул лишнего, подумаешь? За что он облил нас грязью под Новый год? Не понимаю. Вот вы смеетесь. Так ли это смешно? А, впрочем, вы правы. Хоть посмеемся. Маркс говорит, прощаясь со своим прошлым, человечество должно смеяться. А драка так обязательно? Конечно. Она помогает делу и не портит его. Все же мир и добро лучше. Иной раз и драка добро. Я видел такие драки, разве можно было в стороне устоять? В драке быстрее устанавливается истина. После драки. Верно. Но благодаря ей человек не должен бояться ни драки, ни мира. Он рожден для того и для другого. Но всему свое время. Главное понять, как поступать. Если не понял, тогда и мир, и драка, все зло. Правильно я говорю, уважаемый Вата? Если вы мне не верите, то послушайте уважаемого Вату. Человек сложное существо, целая вселенная. Да, я тоже так думаю об этом. Когда закрываю глаза? Когда закрываете глаза? Когда я закрываю глаза, я вижу небо. И вам тоже приходилось видеть небо под закрытыми веками? А? Нет. Как, вы никогда не закрывали глаза? Конечно, закрывал. И что? Ничего не видели? Сны. Я не об этом. Сны, само собой. Сны, как утверждают американцы, даже куры видят. Я о другом. Вы никогда не закрывали глаза просто так? Не обязательно? Не обязательно же сразу засыпать. Если нет, я вас очень прошу, хоть один раз в жизни, прикройте их на минутку. Я вас очень прошу, просто ради меня, ради нашего знакомства. Неужели не закройте? Прикрыли? И второй, конечно. Что вы видите? Ничего. Тогда прижмите веки пальцами, прижмите, попробуйте. Видите что-нибудь? Видите? Видите? Неужели ничего? Как это так? Я, например, вижу тыкву. И почему-то птичка полетела в небо. А вы что? Что вы видите? Никак уснул. Так вдруг вы ничего не увидите? Устаю очень. Наверное, дела у вас важны. Никому не выходить. Я и так опаздываю. Эй, папаха, тебе говорят. Это не папаха, а башлык. Я не знаю, башлык или чепчик. Вернись. В жизни своей я не видел такой облавы. Правильно, дорогой, правильно. Торчишь тут, как бесплодное дерево. А чего? А того куча ты навозная. Не понимаешь, что я хочу. Закурить, что ли? А можно? Почему нет? Если мне хочется. Может быть, и по этому поводу вам заявление писать? Только знаете, что других получать. А сами так и норовите стащить то, что плохо лежит. А мне нечего тихаять. Вот он я. И что вздумается, то и буду делать. Понятно. Но ведь люди, публика. Публика? И все такое. Знаю я эту публику. Пусть они меня спросят, кто они такие. Да, да, конечно. Да. Конечно, конечно, да, да. Да. Что ты с ним цацкаешься? Доверили его мне. Кто доверил? Кто доверил? До шуропани, мол, так сказать. А он это, может, перебьет нас всех. Всех может перебить. Кто кого перебьет, еще вопрос. Я тоже много делаю такого, чего мне не хочется делать. Но терплю. Во-первых, хватит того, что я в жизни терпел. Во-вторых, мне четыре пачки в день нужно. Если не дадите закурить, психану и пристукну кого-нибудь. Слушайте, остановите этому человеку машину на пять минут. Не курите здесь, пожалуйста. Очень прошу. У меня ребенок. Я курю у открытого окна, завершу от твоей малявки. Нельзя так распоясываться, молодой человек. Форточку надо закрыть. Видите, ребенок здесь сидит. Нельзя так распоясываться, молодой человек. Форточку не открывать, печка не работает. И почему этот ребенок здесь? Молодой человек, нельзя так себя вести. А как я себя веду? Он сказал, мать любезна. Переведите, пожалуйста. Он требует остановить автобус. Я протестую. Здесь нет автобусной остановки. Это безобразие. Это безобразие. Ну что ты говоришь, Алладоно? А если человек хочет? Раз не положено, значит не положено. Пусть терпит. Правильно. Правильно, раз. Что правильно, ведь у вас раз. Я с вами раз. Ничего особенного. Понимаете. Уважаемый Ватте, может погуляем на лоне природы? Уважаемая Екатерина, спускайтесь ко мне. Иду, иду. Но как? Нет, здесь я не могу. По какому праву остановил автобус? Сейчас же собирай народ и отправляйся. Смотри, если кто-нибудь отстанет, собственной головой ответишь. Инспектор милиции. Ясно? Расписка была на три мешка. Нет, на два. На три. Два мешка я украл. У кого украл? Он глотку тебе перережет. Вот он с меня возьмет. Чтоб ты сдох. Нашел мне местечко, камни кидают. Садись сюда. Сюда садись. Да, это вам. Это мне. Спасибо. Это еще раз вам. И это мне. А это все вам. И это все мне. Спасибо. Спасибо. Да. А что это за цветы? Это зимние цветы. Они такими сухими и растут. Я помню чудное мгновение передо мной. Я не знаю, что это не такими. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дай Бог здоровья этому грубьяну, а то уж дух перехватило Куда? Куда? В ту сторону Иду! Повторяю, кто-нибудь отстанет, ответишь собственной головой Разойдитесь, быстро Заходите, нашли время брови выщипывать В чем дело? Да садитесь, садитесь Зря вы отказались от удовольствия Ох, я так спешу Леван, иди сюда Иди сюда, иди Один вопрос человеку, работающему в планировании нашего хозяйства До каких пор наряду с совхозами будет существовать личное подсобное хозяйство? Это сложный вопрос Я всегда сложные вопросы задаю Подсобное хозяйство лишь дополнительный источник продуктов потребления И сравнительно с общественным хозяйством имеет вторичное значение Разве? А вы иного мнения? Нет, но все-таки личное хозяйство дело не второстепенное Оно слабжает рынок Куда бы мы делись без него? Пошли бы в магазин? На прогулку? Лично я страдаю кулитом И без рынка мне не обойтись Видите ли, рост производительности И постепенное накопление продовольственных продуктов Приведут в результате к изобилию Что обусловит сокращение А затем и полное исчезновение личных хозяйств Исчезновение? На словах-то все так Но жизнь доказывает кое-что другое А что именно? Что же мне делать? Мне необходимо поспеть к поеду куда-нибудь в сучу Не беспокойтесь, мадам, я уже опоздал Почему? Мы никуда не отпустим Особенно я Знаете что? Мы встретим Новый год у моей мамочки очень хорошо Честно с вами Ну конечно Спасибо Не можете остаться у меня Почему? Ну вот Да, искоренение эгоизма самая сложная проблема Я знал, что вы так скажете Но вопрос еще сложнее Люди отвыкли от настоящего труда Деревня кишит любителями легкой наживы Все бегут в город Везде? Может и не везде, но их много Нынче порядочный человек мучается Честным трудом прокормить семью стало трудно Вы партийны? Потому и говорю, что партийны Скрывать эту правду, значит в конец загубить дело Честный человек сегодня Честный человек Честный человек Главарь банды, остановим автобус и сдадимся. Да иди вперед, если что. Главарь банды, остановим автобус. Гони, Чалма в автобусе. Где он? Не оборачивайся. Почему его патруль не схватил? Это не твое дело. Гони, гони, тебе говорят. Не курите здесь, умоляю. Не кури, сынок. Потерпи, дорогой, я тебя очень прошу. Господи, кто за нами гонится? В чем дело? Как в чем? Товарищ инспектор, он опять хочет остановить автобус. Что значит он хочет? Это его автобус или государственный? Не суйся, не в свое дело. Сядь на место, сядь. Водитель, делай, что надо. Тогда остановите автобус. Ни в коем случае. Автобус не остановится. Пусть курящие терпят, уборите. Ты делай свое дело. Делай. Я сам знаю, что мне надо. Останови машину. А то... Запрещаю останавливаться. Запрещаю. Запрещай, не запрещай. Провод из трамблера выскочил. Сгладил, мерзавец. Стой теперь. И дыми, сколько тебе влезет. Посмотри, это не они? Ну? Ара. Нет. Простите, почтенные. Понимаете, у несчастных родителей, кроме этой дочери, никого нет. Она взяла, да и удрала из дому. А мы со страху очередной инфаркт не схватили. Этот тоже с ними? Он здесь. Он здесь. Он здесь. Держите его. Держите его. Держите. Знай себе ровню, сукин ты сын. Дайте мне время. У меня будет денег больше вашего. Оставьте его. На меня идите. На меня идите. Хватит. Хватит, говорю. Хватит, говорю. Все равно я домой не вернусь. Простите, простите, пожалуйста. А что они там делают? Сватаются. Что вы говорите? Ой, как интересно, правда? Да, правда. Ой, как интересно. Открытие. Открытие. Как быстро стемнело. Господи, спаси меня. Не дай погибнуть, Господи. Что-то я подумал, но кто мог подумать? Что он там делает? Если ты сейчас закуришь, мы наверняка погибли. Что за нахал этот человек? Что за наглец? Совсем на голову сел. Что он хочет? Что он хочет? Кто ты такой? Кто ты такой? Ух, мечтаю набить тебе морду. Ни хрена вы не сделаете. Убирайся вон из автобуса. Сиди. Сами разберутся. Что это? Выгнали? Тебя как зовут? Тина, а тебя? Меня? Когда как? Как это? А знаешь, ты очень похож на моего друга. Да, ты тоже. Я? Да. У нее такие же волосы. Какие? Как у тебя. А глаза? Как у тебя. Все-таки расскажи, какие? Очень хорошие. А сколько ей лет? Шестнадцать. Как тебе? Шестнадцать? Да. А высокая? Как ты. А я какая? Как она. Что ты смеешься? Да, так. Расскажи что-нибудь. Однажды? Это сон или на самом деле? Не помню. Может, сон. Может, на самом деле. Не помню. Нет, нет. Кажется, это было наяву. Да, да. Правда, правда. Так вот. А дальше? Дальше шел я по дороге. Скоро мой дом. Да. Выходим. Где? Кто? Девочка? Упорхнула. Не девочка. Тот, который ругался. А, который ругался. Мы его выгнали. Вот так. Убьет. Убьет меня муж. Где мы? Который час? Сейчас, уважаемая сударь и госпожа, двадцать секунд двенадцатого. Не хочу. От вас ничего не хочу. Пройди, малыш. Ливан, иди сюда. Музыка. 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 Да. Музыка. Музыка. едем куда этим спешим встретить новый год под родными крышами мы сейчас поедем и найдем того человека какого которого выбросили по дороге нехороший ты человек чем он тебе насолил думаешь я спал нет я давно проснулся но сидел закрытыми глазами сидел и думал почему мы такие паршивцы как мы могли выкинуть человека посреди ночи ты прав сынок прав душа болит как о нем подумаю где мы его оставили сколько едем и как назло ни одной встречной и никто нас не обогнал что мы оказывается наделали из-за сигареты выгнать человека из автобуса что вы на меня уставились я что ли выгнал мы думали что это чалма и перепугались у чалмы не может быть таких рук останови что ты меня за локоть хватаешь у меня в руках руль хочешь чтобы я вас всех скинул в пропасть разве ты человек что ты от меня хочешь я веду что ты пристал ко мне свалился на мою голову оставь его в покое слушай разве можно держать за локоть водителя мы все погибнем кто там ворчит ну-ка встань вот стал это я я спешу правильно мы спешим но что человека оставили тоже правда я не предавал кто предал тот пусть и отвечает я заплатил за проезд меня ждут гости больше ничего не хочу знать пусть тут не командует всякие он издевался над нами негодяй почему издевался человек просто хотел курить а мы его за это волком на растерзание бросили останови не то душу из тебя вырву я никуда не поеду делайте что хотите с ума меня свели с ума меня свели а ну поднимайся в автобус а то я поведу господи дерутся встаньте люди встаньте они убьют друг друга пошевеливайся парень столько сумасшедших мести я в жизни никогда не видел что случилось что происходит возвращаемся назад как назад почему почему назад искать с того человека который выгнал зачем выгнали чтобы искать а у нас так принято сперва выгоним а потом ищут а так принято а как же мог не быть с антридии какая с антридии что у вас две идеи даже три что за день такой заколдованный кто нас так сглазил что мне теперь делать такое безвыходное положение куда он девался черт подери помогите помогите подойди сюда что ты орешь а ты что орешь хочу орать я ру я тоже хочу орать я ру ты человека выгнал на улицу я выгнал это они выгнали не мы а ты выгнал мы хотели его побить а ты выгнал что ты от него хочешь а ну подойди автобус 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 КОНЕЦ Сынок, открой! Дай Бог тебе здоровья! Подождите, гражданка, я тоже хочу войти. Не закрывай водителя, открой заднюю дверь. Слышишь, водитель, открой же! Что вы от меня хотите? Разве я не отец? Разве у меня нет семьи? Меня тоже на Новый год дома ждут. Но я же на работе. У меня свой график. А если слушать всех и каждого, что из этого будет? Это государственный автобус. Я за него отвечаю. Он прав. А за то, что ты бросил человека на дороге, за это ты отвечаешь? Да, отвечаешь. Так получается, мы хотели его избить, а ты его уже выгнал. Так получается. Значит, я выгнал. Да хватит, люди, хватит. Поехали домой. Я еду искать того человека, которого я выбросил на дороге. Что он делает? Он поворачивает автобус. Ты что? Ты что, с ума сошел? Садитесь, садитесь, а то всех вас здесь брошу. Какое имеет он право? Ни в коем случае. Я никуда не поеду, только через мой труп. Вот я лягу здесь, и что хотите, то и делайте. Оставьте меня. Оставьте меня. Не поеду я. Не трогайте меня. Чтоб он сдох. Как он смутил нас, честных людей. Честных людей смутить невозможно. Выгнал? Я вам покажу, как я его выгнал. Зачем? Кто и почему? По какому праву ты поворачиваешь автобус? По какому праву, я спрашиваю? Вы все будете отвечать, особенно ты. Вот посмотришь, вот посмотришь. Что ты кричишь? На родной ведь земле находимся. Погубил меня мерзавец. Хоть избил бы я его. А ты помалкивай там. Я бы успел его избить. Что ты стоишь здесь? Как святой лазарь. Почему ты молчал? Не сказал ни слова, когда его выгнали. Если тебе его доверили. Нет, уважаемый, я, конечно, но вроде жаль как-то. Он такой честный. Не может быть честным. Честный не может быть нечестным. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Добавил DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok.